Реконструкция четвертой очереди набережной идет по плану. Отставания нет. На стройке работают 150 рабочих, больше десятка спецмашин. На каком этапе сейчас работы проверяет глава города и представители департамента градостроительства. Уже построены хозяйственные здания, залиты ступени на некоторых спусках. Рабочие трудятся над основанием амфитеатра и фонтана. Он будет состоять из трех каскадов. Выполнен практически на 100% установка всех коммуникаций. Это ливая дождь, канализация, водопровод. В Струковском парке строителей задействовано меньше, чем на набережной. Здесь пока работает тяжелая техника. Необходимо демонтировать весь асфальт и остатки плитки. За ночь рабочие вывозят тонны строительного мусора. Со следующей недели начнут делать ступени. Сейчас под них готовят металлические основания. Здесь у нас вообще объемы такие достаточно приличные. 21 тысяча квадратных метров у нас только плитки, 6 тысяч квадратов асфальтового покрытия, 51 тысяча рулонного газона. То есть такие объемы серьезные. Ход работ контролируют и общественники. Александр Крынов помнит Струковский сад с детства. Говорит, место знаковое, старинное. И надеется, что обновленный парк станет любимым местом отдыха жителей всех районов города. Люди ходят здесь мимо набережной. Они, конечно, видят все это постоянно. Спрашивают, дают вопросы. Никто, в общем-то, не против этих работ. Потому что все понимают, что это сделано для того, чтобы было бы лучше. По плану здесь приведут в порядок дорожки и фонтаны. Восстановят площадку для аттракционов. А зимой она будет использоваться под каток. Восстановят летний театр. Планируется сделать в нем разборные стены, чтобы зимой в театре тоже можно было работать. Для отдыхающих установят скамейки, шезлонги, велопарковку, беседки. Работы в Струковском парке должны завершиться этой осенью.